Огонь – это поистине та стихия, глядя на которую человека завораживает. Поинг – это яркое, удивительное умение и искусство крутить пои. Оно сродни волшебству. Наблюдая за прирученной огненной стихией, мы невольно испытываем в душе мистический трепет. Кажется, будто перед нами разворачивается небывалое магическое действие. Огонь и пои – это как дракон. Он может танцевать и извиваться кольцами, изгибаться в немыслимых фигурах, дарить яркую, опасную красоту. Это и танец, и театральное представление, и даже боевые искусства. Проявление высшего мастерства пои – это фаер-шоу. Фаер-шоу завораживает, сочетая в себе четкость движений и свободу импровизации. Это захватывающее волшебство, позволяющее управлять стихией. Это история о фаер-группе «Enferry Sky» из города Приморска-Ахтарска, сумевшей приручить огненную стихию. Это искусство пришло из Америки. Там племена существовали, которые использовали огонь в данном виде, как ритуал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально существовало только два вида. Это став и подобие поев, так как это самые простые и древние элементы. Использовались они не так, как у нас современная топлива, а смола и ткань. Это было одноразовое, но им этого, так сказать, хватало. А в том виде, как сейчас это существует, это к нам пришло из Франции, когда появились факиры, цирки. Это искусство переняли они из Америки, когда открыли новый свет. И довольно-таки успешно это прижилось. Как видите, появилось очень много атрибутов, так как глотание огня, гейера, даблстав, огромное количество видов комета. И так оно распространено по всему миру. Это даже не какое-то искусство. Это в общем состояние души. Человек, которого это не привлекает, у которого этого нет внутри, вот этого огня, он даже если попробует, он не прочувствует это. Вот этим занимаются только люди, у которых в душе огонь. И он требует выхода. И через пое, через огонь мы получаем то наслаждение, ради которого вот это все делается. Это очень увлекательная вещь, адреналин. Довольно-таки очень легальный. После нескольких тренировок понял, что у меня что-то получается, я могу что-то сделать. Меня это начало затягивать. Я посмотрел видео в интернете, начал обучаться с тренировочными боями. После этого, мне этого стало мало. Я решил это проводить с огнем. После того, как я покрутился огнем, это меня затянуло. Я почувствовал невероятный взрыв адреналина в себе. Это во время того, как ты крутишь огненные пои, ты не замечаешь ничего вокруг. Вокруг тебя, даже если будет очень громкая музыка, ты слышишь только железь огня, и видишь только огонь. Это завораживающее зрелище. Человек, который это попробовал, я думаю, не бросит это никогда. Я это сравниваю, как прыжок с маршрутом. Такой же, всплеск адреналина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но боятся люди, опять же, пробуют-пробуют, пробуют с трениками, получают синяки и тут же буквально сдаются, перестают заниматься. Нет рвения. Весь реквизит создавался собственными руками. При помощи мальчиков. Ну и девочки в этом еще остальных знают тоже. У нас существует конструкция основная, которая есть в интернете. Но так как большинство материалов достать очень-очень тяжело, мы пытаемся... Дорабатывать это своим. Дорабатывать это своим. Дорабатывать это своим. Возможно, использование других материалов, других конструкций. Подручные средства. Подручные средства. У нас выступления есть, но это местные. Это праздники, свадьбы, днерождения. Для каждого это самовыражение. А там уже, как бы, у каждого своя цель. Похоже, в частности, это интересно. Разнообразие какое-то в этом году. Мы, в общем-то, уникальная группа. Каждая группа отличается друг от друга. Нет одинаковых, нет повторений. Наша группа отличается тем, что у нас есть непредалимое стремление к самосовершенству. Нас, в общем-то, мало что может остановить в продвижении вперед. Самосовершенству. Мы стараемся вперед идти, мы не останавливаемся на одном. В том числе, на одном месте. Пытаемся продвинуться вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok